В понедельник Владимир Путин провел отдельные очные встречи с главой МИД и министром обороны страны. Сергей Лавров сообщил президенту, что несмотря на затягивание переговорного процесса, России следует продолжать добиваться от Запада гарантии безопасности. Мы предупреждаем о недопустимости бесконечного ведения разговоров на вопросы, которые требуют решения сегодня. Но все-таки, наверное, будучи главой МИДа, я должен сказать, что шанс есть всегда. Сергей Шойгу со своей стороны сообщил главе государства о ходе военных учений, которые Россия ведет в Белоруссии, а также практически на всех флотах от Черноморского до Тихоокеанского. По словам министра, часть учений уже подходит к завершению. Совместные российско-белорусские учения, которые критикуют в НАТО и Евросоюзе из-за близости к украинской границе, продлятся до 20 февраля. В понедельник министры финансов стран Большой Семерки выступили с совместным заявлением, в котором говорится о том, что против Москвы будут незамедлительно введены санкции в случае, цитата, любой дальнейшей военной агрессии против Украины.